Дорогие братья, дорогие сёстры, хапшинцы и гости, пусть Аллах примет этот благодатный маджлиз, который служит укреплению нашей дружбы, нашего братства. Ведь дружба — это немалая вещь в Исламе. По поводу друга много сказано в хадисах посланника Аллаха, салли Аллаху алейу ассалам. Передается от Абу Храиры, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейу ассаламу, спросили, говорят, «Какое из благих деяний больше всего людей ведет в рай?» Посланник Аллаха, салли Аллаху алейу ассаламу, ответил, «Это богобоязненность и благое мураво». Может, кто-нибудь подумает, какое отношение имеет друг к благому мураво. Ведь посланник Аллаха, салли Аллаху алейу ассаламу, говорит в своем хадисе, «Человек находится в религии своего друга, и пусть каждый из вас посмотрит, с кем же он дружит». Поэтому очень важно, чтобы мы посмотрели, с кем мы дружим, с кем дружат наши дети, чтобы исправился наш благое мураво. Очень большое влияние оказывает наш мураво наш другу. Поэтому по поводу благого мураво наш муфтий Ахмад Афанди, «Сохраните его Аллах», написал книгу «Благое мураво праведников», и скоро будет конкурс в август месяце по этой книге. Так почему же наш муфтий написал такую книгу? Потому что благое мураво очень большое влияние оказывает на нашу религию. И очень большое влияние на наш благое мураво оказывает наш друг. Есть в суре Аль-Фуркан аят с таким смыслом. Смысл этого, в тот день, в судный день, притеснитель будет кусать свои локти, свои руки и говорит, «О, если бы я выбрал себе друга, посланника Аллаха и взял бы путь вместе с ним, о горе мне, почему же я выбрал, если бы я не выбрал такого-то друга? Ведь он ввел меня в заблуждение после того, как я наставился». Причиной неспослания этого аята был, говорит, следующий случай. Нам всем известно, что в начале призыва посланника Аллаха были люди, которые очень вредили нашему посланнику. В их числе находился два соседа пророка. Одним из них был Абу Лахаб, родной дядя пророка, который очень вредил нашему пророку, а другой же был Уква ибн Абу Муид. Они обе всеми средствами вредили нашему пророку, алейсалату ассалам. И в один день этот один из соседей, Уква, когда пришел домой, сделал пир, собрал всех почетных курайшитов, и в том числе был приглашен наш пророк, алейсалату ассалам. Когда пророк, алейсалату ассалам, он пришел, пророк, алейсалату ассалам, отказался принять его пищу. Он сказал, если ты не произносишь слова шахады, не станешь мусульманином, я не буду в твоем доме есть. Тогда Уква произнес слова шахады, сказал, ашадо аля иллахи иллахи иллахи, ашадо анака расулу Аллахи, и посланник Аллаху ассалам поел. После этого этот Уква очень сильно дружил, говорит, с Убайи ибн Халафом, еще с одним врагом посланника Аллаха, который умер в неверии. Когда он встретился с Убаем, Убайи спрашивает, какая же весть дошла до меня, какая печаль и весть дошла до меня. Говорят, что ты оставил религию своих отцов. Ты произнес слова шахады. Уква говорит, что же мне было делать? В мой дом пришел, почтенный человек отказался принять мою пищу, если я не произношу эти слова шахады, и я произнес. Тогда этот его друг Убайи говорит ему, мое лицо, твоему лицу харам. Если ты в следующий раз, когда встретишь посланника Аллаха, саламу ассалам, пророка Мухаммада, не плюнешь ему в лицо, и тот так и поступил. Плюнул пророка, а.ссалам, в лицо, но в книге сказано, что эта слюна не дошла до пророка, а.ссалам, она наоборот возвращалась к нему и сожгла его шаху, говорят. Вот таким образом он обратно пал в неверие. Причиной кто стал? Причиной стал его друг Убайи. И по этой причине, Бог говорит, неспособный этот аят, в тот день притеснительный будет говорить, почему же я взял путь вместе с посланником Аллаха, а.ссалам, почему же я подружился с таким-то, который заблудил меня. Вот такое будет наше положение, если мы в друзья выберем не того человека. Ещё Жаффер-ус-Садик, радуя Аллаху ангу, рекомендуя нам, каких друзей выбрать, каких не выбирать, говорит, ты не дружи, остерегайся вводить дружбу с пятью категориями людей. с лжецом, с трусом, со скупым человеком, с невежей, с глупцом и с нечистивцем. Потом, приводя до этого, он говорит, ты не дружи с лжецом. Он далёкий тебе покажет близким, а близкое от тебя далёким. Будешь постоянно в обмане. Ты не дружи со скупым человеком. Когда ты больше всех будешь нуждаться в нём, он покинет тебя, он оставит тебя. Ты не дружи, говорит, с трусом. Когда беды настигнут тебя, он убежит, говорит, от тебя. Ты не дружи с глупцом, ибо он, пытаясь принести тебе пользу, будет только вредить. И ты не дружи, говорит, с нечестивцем, с грешником. Он тебя продаст за ломтики хлеба, даже за малое продаст, говорит. И когда спросили, что же за малое, он говорит, за то, что сказали, я тебе дам ломтики хлеба, за эти слова он тебе просто предаст, говорит. Вот с этими категориями людьми, Джаффер-Усадик, не рекомендует нам вводить дружбу. И еще был такой праведник Абдул-Кадир ибн-Хабиб Ас-Сафади, который написал великую книгу, великий стих Сил-Кул-Айн. И в этих стихах он приводит такие строки. Смысл этого ты, дружи, говорит, с праведными людьми, от которых ты получаешь пользу, от которых ты получаешь благо. Остерегайся вводить дружбу, оставь, не вводи дружбу с людьми, которые любят порицаемые качества, с порицаемым характером. Человек будет судный день с тем, кого он любит. Так выбери себе или же благодатный рай, или же ад, говорит. Если мы выберем правильного друга, это подобно тому, что мы выбрали рай. А если мы выберем неправильного друга, нечистивца, это подобно тому, что мы выбрали ад. Поможет нам Аллах выбрать друзей и допримет Аллах этот благодатный мажлист. Вассаламу алейкум и рахмату Аллахи и та'ала и баракату.